Всем привет! И сегодня мы проведем распаковку Bluetooth наушников от компании Meizu, модель EP52. Ну что же, начнем распаковку. Первым делом обратим внимание на коробку. На передней стороне имеем изображение самих наушников, логотип Bluetooth, а также название модели. С правого бока сплошная заливка красного цвета. С левого китайские иероглифы. Ниже надпись Qualcomm IPTX, технология передачи звука в высоком качестве. Посмотрим, что у нас на обратной стороне. Название модели, надписи на китайском с особенностями наушников. Ниже располагаются технические характеристики модели, а также сайт meizu.com. Сверху упаковки из информации ничего. На нижней стороне имеется куча информации, штрих-код, лого Meizu, QR-коды с сайтом Meizu, серийный номер и прочая не очень важная для нас информация. Окей, теперь давайте, наконец, откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри находится еще одна коробка, стильно красного цвета, с силуэтом наушников. Надпись EP52 и Sport Bluetooth Earphones. Спортивные Bluetooth наушники. Вот так выглядит коробка в раскрытом состоянии. Перед нами располагаются три отсека. Слева вверху коробочка черного цвета, с иконками, похожими на документы, и могильную плиту. Шучу. Конечно, по всей видимости, эта иконка, обозначающая амбушюры. Далее. Ниже располагается резиновый чехол черного цвета. Вытащить его не так просто, как кажется на первый взгляд. В общем, вот так он выглядит. Надпись For the Lovely Ones. Логотип Meizu. Чехол закрывается с помощью магнита. Очень классное решение, на мой взгляд. Внутри чехла лежит кабель. Это микро-USB кабель для зарядки наушников. Вот так он выглядит. Теперь откроем черную коробочку с документацией. Внутри, помимо инструкции, имеются еще и амбушюры в количестве двух пар. Амбушюры – это те, что маленькие. Большие же две пары – это крепления в виде дужки. Вот так они выглядят. Ну а амбушюры совершенно обычные. Далее. В коробке остались сами наушники. Сверху видим небольшую наклеечку, с помощью которой можно вынуть наушники из коробки. Тянем за наклеечку и вытаскиваем наушники. Вот так выглядят сами наушники. Опять же фишка с магнитом. Наушники магнитятся друг к другу. Стильное сочетание цветов – красное и черное. Далее у нас есть резиновая, приятная на ощупь душка. На правой стороне дужки располагаются кнопки регулировки уровня громкости – плюс и минус. На первый взгляд кажется, что они сенсорные, но при сильном нажатии чувствуется механический клик внутри корпуса. Центральная кнопка выполнена в классическом стиле. Далее на дужке имеется микро-USB разъем для зарядки гарнитуры. Вот так он выглядит. Разъем защищает резиновая заглушка. Здесь же располагается отверстие по всей видимости для микрофона. На левой дужке имеется только надпись названия модели – EP52 и больше ничего. Итого. В комплекте поставки мы имеем сами наушники, комплект сменных амбушюр, микро-USB кабель зарядки, а также инструкцию на китайском языке. Что касается инструкции, хоть она и на китайском языке, все же посмотрим, что она из себя представляет. Ну что же, на этом распаковку считаю завершенной. Мы рассмотрели упаковку, увидели комплект поставки, бегло пробежались по устройству самих наушников и не касались их функционала. О функционале и, конечно же, опыте эксплуатации я расскажу уже в следующем видео, после полного разбора функций и тестирования гарнитуры. А на сегодня распаковку считаю завершенной. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!